Друзья, всем большой привет! Сегодня мы вам расскажем, как правильно осенью ухаживать за клубникой, земляникой, садовой земляникой, ананасной, викторией. Это все одно и то же растение. Так, чтобы в следующем году у вас был богатый урожай этой чудесной вкусной ягоды, моей тезке, ведь я тоже Виктория, в этом ролике. Осенние уходовые мероприятия для многих начинаются с обрезки, но здесь есть подводные камни. Обрезать или нет? И если резать, то что? Листья у земляники, клубники обрезать не стоит, просто потому, что в природе это растение растет в диком виде в лесу, в полях. И естественно, у каждого растения, у каждой ягодки никто листья не удаляет. Есть несколько интересных особенностей. Листья у клубники, земляники размножаются несколько раз за лето и полностью сменяются. Один лист от начала своего полного раскрытия до полного увядания проходит за 30 дней. Осенью, после уборки последнего урожая, это касается как ремонтантных сортов, так и классических летних сортов, начинают отрастать так называемые осенние листья, которые клубника выращивает как раз таки для того, чтобы своим листопадом укрыть корневую систему. Интересный факт. Клубника начинает весной отрастать именно от корневой системы. И чтобы осенью растение нормально подготовилось к зиме, листья должны простоять на клубнике до самых-самых снегов. Чтобы они максимально отфотосинтезировали, накопили сахара глубоким корням, которые находятся на глубине около 50 см. Именно те глубокие корни, они же называются рожковыми корнями, запасают питание за счет осенних последних листьев. И весной клубника и земляника начинают просыпаться на 8-10 дней раньше, чем вы видите появление первых листьев. Вначале пробуждаются корни. Чтобы весной корни нормально пробудились, листья должны отработать до естественного листопада, до осенних снегов. Но у клубники и земляники обязательно необходимо осенью в течение лета обрезать лишние усы. Можно оставлять часть тех, на которых формируются розетки, они будут служить материалом... Материалем... Но у клубники и земляники можно оставлять часть усов, на которых будут формироваться розетки, которыми вы будете в дальнейшем размножать ваши посадки. Усы обрезать осенью обязательно, листья оставляем. Кстати, земляника это очень зимостойкое растение. Она выдерживает выращивание без снега и понижение температуры до минус 25 градусов. Поэтому никакого укрытия она не требует. Следующий камень преткновения. Подкормка. Многие думают, что клубника это ягода, которая требует большого количества подкормок. Но это не совсем так. В природе это растение растет на самых бедных лесных песчаных почвах и не нуждается ни в каких дополнительных подкормках. Максимальное количество потребления питания у клубники и земляники приходится на момент после того, как вы сняли ягоды. Удивительно, но факт. Чтобы нормально опять-таки накопилось питание в корнях и в следующем году весной она нормально отросла, именно осеннее питание клубники должно быть правильным. Она не выдерживает совершенно повышения концентрации солей в почве, концентрации почвенного раствора. Клубника совершенно отвратительно реагирует на азотное питание. Ей не нужны избытки фосфора. Ей нужен только калий. Причем в правильном виде. Хлор клубника не выдерживает. Соли клубника не выдерживает. Поэтому минеральными удобрениями с ней нужно обращаться очень аккуратно. Из калийных удобрений осенью стоит применять только калий магнезию. Это удобрение нужно растворить 1,5 столовой ложки в 10 литрах воды, либо рассыпать в сухом виде. Под один кустик такого раствора уйдет около полулитра. 500-700 миллилитров такого раствора. Есть удобрения, которые крайне противопоказаны клубнике, землянике осенью. Это все виды минеральных и органических удобрений, в которых содержится азот. Поэтому навоз, настой травы, компост, торф, все что угодно осенью мы не применяем. Если будет избыток азота, клубника будет наращивать активно листья, зеленую массу очень сильно. Корни будут страдать, цветоносы не закладываются и ягода просто не будет. Она скорее страдает от переизбытка азота, чем от его недостатка. Еще один часто распространенный миф состоит в том, что после уборки ягод клубнику и землянику можно не поливать. Это совершенно не так. Из всех уходовых мероприятий она больше всего реагирует на недостаток воды. Поэтому и после уборки урожая, и осенью, если стоит засушливая погода дольше 5-7 дней, клубнику нужно обязательно поливать. Поливаем ее водой температуры окружающей среды, то есть наливаем в бочки и из бочек поливаем. На один кустик должно приходиться не менее 1 литра воды. Она очень сильно и много потребляет воды. Основная масса корней находится у нее на глубине 25-30 см. Их очень много, они мощные, они тоненькие, но их безумно большое количество. И чтобы каждому корешку досталось воды, полив должен быть равномерным и обильным. Не реже, чем 1 раз в 5-7 дней в засушливые периоды. Если осенью нет дождей, поливаем ее все равно, даже если на улице холодно. Пересаживать и рассаживать усы, ваши клубники и земляники осенью можно и нужно. Особенно это касается южных теплых регионов. В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, центральной европейской части России, то есть во всех регионах, где зима достаточно ранняя, завершить пересадку клубники нужно до середины сентября. Примерно до 15-20 сентября максимум. Необходимо, чтобы оставалось еще как минимум 3-4 недели на приживаемость растения на одном месте и на нормальное формирование корневой системы. И опять же повторю, именно корневая система первой просыпается весной на 8-10 дней раньше, чем появляются листья. Поэтому осенью пересаживать кустики, земляники, клубники можно. Расстояние между растениями должно быть 70 сантиметров в ряду, между кустиками в одном ряду около 30 сантиметров. В таком случае на следующий год вы уже можете получить первый урожай ягод. Пересадку клубники и земляники проводят каждые 3-4 года. При выращивании дольше на одном месте растение сильно теряет в урожайности и может терять до 70% своего потенциала. Особенно это касается ремонтантных сортов. Те можно пересаживать вообще каждые 2 года. Широкие междуряди по 70 сантиметров между кустов могут являться очень хорошим заделом на будущее. В следующем году, когда на ваши земляники пойдут усы, эти усы можно будет разложить внутрь этих широких междурядей. Они как раз будут длиной около 30 сантиметров-35 сантиметров. И укоренить розетку именно в этом месте. У вас получится между двумя посадками и двумя рядками вашей клубники еще один средний ряд. В таком случае через 3 года те ряды, которые являются уже старыми, можно будет убирать, полностью выкапывая. Но при этом на ваших же посадках останутся плодоносящие растения 2-3 года. То есть таким образом вы увеличите свой урожай ягод примерно на 1 год и сделаете его обильнее и раньше. При посадке осенней клубники ни в коем случае не стоит носить никаких видов удобрений под вашу почву. Ни минеральных, ни органических, даже калий-магнезию. Клубника плохо реагирует на избыток солей в почве. Посадили в любую землю. Еще один распространенный миф касательной клубники. Это подкормка ее золой или защита от слизней золой. Здесь есть ряд подводных камней. Вкус клубники-земляники очень сильно зависит от количества кальция в почве. Чем кальция больше, тем меньше накапливается кислоты в ягоде. А соотношение сахаров и кислоты должно быть оптимальным. Кислота в ягодах должна накапливаться, чтобы она обладала сильным ароматом и вкусным, понятным вкусом клубники. Если она будет просто сладкая, она будет, скорее всего, пресной и не такой приятной, какой могла быть. Если в почве будет избыток кальция, она будет нейтральной или слабо щелочной, то кислоты просто не смогут накопиться в ваших растениях, и ягоды будут безвкусными. Поэтому не увлекайтесь слишком большими дозами золы на ваших посадках клубники. И последний, самый частый вопрос. Мульчирование. Мульчировать землянику или нет? Определенно да. И лучший вариант мульчирования – это черный укрывной материал. Проведено куча-куча исследований, личного опыта. И можно сделать несколько выводов. Во-первых, при мульчировании весной земля прогревается примерно на 3-5 дней раньше, что нам дает большой задел в более раннем урожае. Первые ягоды вы получите примерно на неделю-две даже раньше, чем ваши соседи или ваш же участок, на котором выращивается она без мульчирования. Если вы выращиваете клубнику на продажу, то вам это будет большим-большим плюсом. Ведь ранняя клубника будет самый-самый дорогой. Также мульчирование поверхности почвы черным укрывным материалом из-за большего прогревания грунта, меньшего количества сорняков и лучшей сохранности влаги повышает урожайность до 30%. Можно также замульчировать и соломой, и корой, и опилками. Вообще без разницы чем. Клубника нормально реагирует на мульчирование корой, потому что она хорошо растет на слабо-кислых почвах. Не стоит ее мульчировать камнями. В таком случае зимой могут быть небольшие растрескивания грунта, в камнях накапливается лишняя влага и может повредить ваше растение. Остальные виды мульчирования еще как применяются на клубнике. И буквально последнее слово. Если у вас уже замульчированные посадки, убирать на зиму черный укрывной материал не стоит. Весной этот, опять же, даст более быстрое прогревание и протаивание грунта. Если есть возможность, оставьте его до весны. Друзья, повторим по пунктам. Очень коротко и понятно. Листья не обрезаем, усы обрезаем. Поливаем, не кормим ничем, кроме кали-магнезии. Пересаживаем с достаточным расстоянием. И мульчируем черным укрывным материалом. И у вас обязательно в следующем году будет крупная клубника и крупная земляника. А может быть и Виктория, как прямо-таки моя тезка. До встречи в новых роликах и пока-пока. А еще, для тех, кто досмотрел, не забывайте в январе и феврале посеять на рассаду клубнику и землянику. Потому что семенной материал будет самым здоровым. Пока-пока.